Мы продолжаем на ЕТВ программу «Союз читателей». С удовольствием представляю вам нашего гостя Константин Учитель. Человек-оркестр, историк театра, продюсер, музыкант, музыкальный критик. Константин Александрович, вы в Екатеринбург приехали с таким необычным проектом, с программой, посвященной Александру Веденскому, поэту, одному из участников абориутов. Почему вдруг вы решили, что сейчас пришло время, сейчас интересно стало вам, интересно будет публике вспомнить этого человека, поговорить о творчестве этого человека? Почему абориуты оказались в вашей личной творческой повестке? Вы задаете очень сложный, очень простой вопрос, потому что абориуты, я вообще говорю чинари. Сейчас объясню эту небольшую разницу, абориу, объединение реального искусства, это такая советская до конца 20-х годов литературно-художественная группа, которая была достаточно большой и существовала довольно непродолжительное время, когда мы говорим об этой большой группе людей. А вот чинари это маленькое такое объединение, собственно говоря, это Даниил Хармс, это Александр Веденский, это Николай Олейников, это Яков Друзкин, это Леонид Липавский, это круг людей, которые очень тесно общаются на протяжении конца 20-х и начала 30-х годов, вплоть до того, как в 36-37 году, в годину репрессии, большая часть их погибает. Хармс пережил это время и Веденский пережил, но оба они погибнут в начале войны. Но не намного то есть. Да, в начале войны они погибнут в разных местах. Хармс жил в Ленинграде и он был арестован в 41-м году, погиб в Крестах в 42-м году. Веденский переехал в Харьков и в Харькове он был арестован и погиб в Казани, как относительно недавно удалось выяснить, тоже в 42-м году. У всех трагическая судьба и единственный человек, который уцелел из всего этого круга, я имею в виду чинарей, потому что абориуты, там несколько человек остались живы. Мы знаем, что Николай Алексеевич Заболоцкий, великий русский поэт, был в лагерях, потом вышел из лагерей, потом есть поздний Заболоцкий, уже 50-х годов, все-таки он пережил этот период. А из группы этой чинарской, чинари, они называли себя от слова чин, то есть порядок, строй, из них остался жив Яков Семенович Заболоцкий. Ему принадлежит историческая заслуга, он спас наследие Хармса, наследие Веденского. Вот этот знаменитый чемодан он вынес из полуразрушенного дома во время блокады в 41-м году вместе со второй женой Данила Ивановича Хармса. Он спас наследие и Хармса, и Веденского, потому что иначе бы мы не знали никаких взрослых стихов Веденского. Это все не было опубликовано. Детскими поэтами остались бы? Они остались бы детскими поэтами, замечательными, выдающимися. Если честно, я не знаю, был бы ли я так смел в Петербурге, но в Екатеринбурге, скажу честно, что, конечно, детская поэзия Веденского, она значительно уступает детской поэзии Хармса. Это просто хороший, высококачественный советский детский поэт. А вот что мы знаем, может быть, кто-то и не знает, вот всякий кот в сапогах и красная шапочка. Родители, переверните детские книжки, посмотрите, что там сзади написано. «Шарль Перро, пересказ, пересказал Александр Иванович Веденский». Это тот самый Александр Иванович Веденский. То есть, конечно, он бы остался в истории как участник вот этих знаменитых ленинградских журналов «Чижи Ёж», вокруг Маршака, Житкова и других замечательных писателей. Художники там работали такие, как Лебедев и очень многие, Канашевич. В общем, это была замечательная такая группа людей, которые занимались детской литературой, и которые вот в этом качестве, наверное, бы и остались в нашей культуре, если бы не чемодан. Но детская литература, это такое спасение для них было? Вот почему они в неё ушли? Это было как бы такое, я не знаю, что по муфляжу возможно заниматься параллельно тем, что… С одной стороны, конечно, да, такая внутренняя эмиграция. А с другой стороны, понимаете, я думаю, что часто так бывает, что спасение человек находит там, где он должен его найти. Вот в детской литературе, ведь на самом деле советская детская литература 20-х годов, это же литература абсолютно гениальная. Когда мы читаем вот эти стихи Хармса, которые до сих пор дети читают, они теперь в школьные учебники вошли, несчастная кошка порезала лапу, или доедаясь маслом булку. Это же, в общем, не то, что человек зарабатывал деньги. Понятно, что это некое боговдохновенное абсолютное явление, как сказки Пушкина. А Пушкин зачем сказки писал? Это как бы зачем? Ну, в общем, в значительной степени это, конечно, эмиграция, но эмиграция в страну детства, это вполне объяснимо, потому что Хармс вообще ведь очень вел себя не эпатажно, а вообще он был странный человек, и на грани психической такой анормальности. Об Александре Ивановиче этого ничего почти что сказать нельзя. Александр Иванович Веденский был человек в высшей степени такой корректный. Ну, всё-таки тут, наверное, рассказывается и его происхождение из очень знатной, очень высокообразованной, очень такой обустроенной семьи. В Веденске жили в огромной квартире когда-то, в 11-комнатной на Петроградской стороне. Вот, конечно, от этого ничего не осталось в советское время, но я говорю о том, что вот человек такой представитель петербургской незнатия, такой интеллигентной очень публики, да, Хармса родителей гораздо более, вы знаете, что отец Данила Ивановича был революционер, был сослан, сидел на каторге, и только потом был помилован и вернулся в Петербург, стал миссионером христианским. Вот, но вообще говоря... Сегодня интерес к вот этим персонажам. А, да, возвращаюсь к вашему вопросу. У меня этот интерес был с того момента, как я имел возможность познакомиться с их творчеством. Веденский был опубликован в нашей стране в конце 80-х годов. И вот эту программу, этот перформанс, эту художественную попытку, которую завтра мы покажем в Екатеринбурге с артистом Владимиром Кузнецовым, я придумал в 90-м году. Ну, а Владимир Кузнецов как раз в 90-м году родился в городе Черджоу, и, наверное, он не знал про то, что я придумал этот спектакль. Мне жалко, что я не зверь, бегающий по синей дорожке, говорящий себе, поверь, а другому себе, подожди немножко. Мы выйдем с собой погулять в лес и рассмотрение ничтожных листьев. Мне жалко, что я не звезда, бегающая по небосводу. В поисках тучного гнезда она находит себя. И пустую земную воду. Никто никогда не слыхал, чтобы звезда издавала скрип. Ее назначение – ободрять собственным молчанием рыб. Я что-то читал, конечно, что-то передавалось в виде списков, перепечатывалось на машинке, самоиздатовские какие-то вещи. Они были очень некорректны, потому что в этой поэзии довольно сложные текстологические проблемы. Потому что там люди склонны писать большую букву, где положено, а в Веденске к этому спокойно относятся. Где большая, где маленькая, вообще я решаю. Хармс говорил на вопрос... То есть тут должно было графическое воплощение? Графическое воплощение. Как у Маяковского, вот эта графика буквенная. Очень часто использование больших букв, очень часто использование неправильного написания, очень часто специальная такая неразборчивость. Ну, в общем, очень смешные какие-то вещи. Потому что эта поэзия, она, конечно, первоначально связана довольно тесно с поэзией Велимира Хлебникова. Наверное, отчасти с поэзией Кручёных. Ну, в общем, это, если говорить о конце 20-х годов. Это, в общем, поэзия в рамках русской заумной поэзии, авангардной поэзии конца 20-х годов. Но потом в 30-х годах и Хармс, и Веденский... Хармс называл себя учеником Веденского, и Хлебникова, и Маршака. Если говорить о... Они придумали совершенно разные типы поэзии, они совершенно различны. Но, тем не менее, что их объединяет, это, во-первых, абсолютная честность, абсолютная искренность в том смысле, что они абсолютно не рассчитывали на то, вот где-то после 2029 года уже совершенно не рассчитывали на то, что они будут напечатаны. Они чётко понимали, что они пишут только для себя и себе подобных. Вот для этого круга чинарей. Там они друг друга читали, там они переписывали. То есть говорить о том, что это какая-то, может быть, провокация, не знаю, вот там устоев общественному мнению, тоже нельзя. Это осознанно в стол. Это экзистенциальная такая история. Это только осознанно в стол, только для себя, только для Бога, может быть. Они люди очень религиозные. Я, ну, у меня... Словом, это такая, ну, медитация, если хотите, молитва, если хотите, а может быть, некое исследование. И, кроме того, Хармс, он был страшный такой, он собирал все бумажки. И это когда-то поразило вот его друга Якова Семёновича Друзкина, который зафиксировал, что он в магазин пишет, там, сыру купить 200 граммов, и потом эту бумажку сохраняет, да, такой накопитель, коллекционер бумажек. А Везенский всё выбрасывал. Он, когда начинал писать следующие стихи, его эти предыдущие уже не интересуют. И Хармс всё это подбирал и собирал. И вот то, что мы знаем, собственно, вот эти вот два томика или книжка под редакцией Умки... Это то, что уцелело. Это то, что уцелело, да. Вот есть такая книжка, называется «Всё», под редакцией Анны Герасимовой. Это более позднее издание. Это то, что уцелело. Много чего, наверное, не уцелело. И вот, с одной стороны, такая предельная честность. А с другой стороны, абсолютное, в общем-то, совершенство. На первый взгляд, кажется, что это, знаете, как с абстрактной картиной, что это курица лапой вообще. Пишет человек всё, что в голову придёт. И действительно, у Везенского был такой способ импровизационного письма, свободного письма, да, то есть зафиксировать то, что вот сейчас пришло в голову. Но, с другой стороны... Ритм, рифма, это вот как бы всё... И очень часто рифмованные стихи, очень часто ритмизованные, очень часто свободные сочетания драматургического начала, то есть некого диалога с монологическим подходом. Надо сказать, что очень разные эти стихи. И вот те восемь стихотворений, которые завтра мы пытаемся показать, они вообще страшно разные. Да, от стихов вот таких позднеавангардных, конца 20-х годов, до Элегии, которая когда-то поразила Анну Андреевну Ахматову, которая это стихотворение в переписанном виде получила уже в начале войны, да, и была совершенно поражена им. Это такое пушкинское совершенно стихотворение. Ну вот. Там кроме стихов ведь есть ещё драматургия, которая, к сожалению... Ну, вообще, это ставится сейчас, и это очень популярно. Фёдоров из аукциона, по-моему, что тоже есть стихотворение. Не что-то, а, вы знаете, ведь очень многие молодые люди знают Александра Ивановича Введенского именно благодаря вот этим двум музыкантам. Это Леонид Фёдоров и Владимир Волков. Это изумительные, совершенно потрясающие петербуржские музыканты. Они записали такой альбом, в котором использованы тексты Введенского, и эти тексты стали невероятно популярны среди людей. Но многие из них молодые люди вообще не знают, что это Введенский написал. «Маргарита, отвори мне окошко поскорей, Маргарита, говори». Многие люди думают, что это Фёдоров написал, а Фёдоров этого не писал. Фёдоров просто очень хорошо знает Введенского. Сегодня вот эта поэзия, она насколько вот созвучна с нашим днём, с нашим временем? Я думаю, что ничего специально созвучного там, с одной стороны, вроде как и нет. То есть я не могу сказать, что это какая-то актуальная поэзия, что... Вы знаете, эта поэзия, в общем-то, посвящена трём темам. Эти темы никак не могут быть названы актуальными сколько-нибудь. Это про смерть, про вечность, про время и про Бога. И, в общем-то, больше там ничего и нет. Всё остальное – это я и вечность, я и время, бренность. Но я хочу вам сказать, что при этом там присутствует какой-то очень специфический юмор. Если у Хармса такой эксцентрический юмор, цирковой, очень много в нём такого детского начала, то у Введенского тоже присутствует какой-то такой юмор, какой-то потрясающе отстранённый взгляд и вместе с тем вовлечённость в бытование мира. Вы знаете, мне кажется, что Введенский фантастически современен. И вот это очень тонко почувствовал как раз Леонид Фёдоров, при том, что там никакой тематики современной совершенно нет. Он мне напоминает очень сильно полотна Павла Николаевича Филонова. Потому что, с одной стороны, это раздробленность материи, раздробленность времени. А с другой стороны, какие-то узнаваемые, понятные вещи. А с другой стороны, совершенно понятно, да. То есть совершенно понятно, что это про нас, про нашу историю, что это отражает трагический путь нашей страны. И отражает какие-то важнейшие основы человеческого существования. Сегодня в творческой среде, на современном российском литературном пространстве есть какие-то авторы по своим попыткам экспериментировать с формой, содержанием вот такие же интересные, как были абориуты или чинари, как вы их называете? Вы знаете, абориуты, в скобках чинари или чинари, в скобках абориуты, они оказали, на самом деле, колоссальное воздействие на развитие русской литературы. И, с одной стороны, мы говорим о том, что это всё было скрыто в чемоданчике. Друзкин этот чемоданчик какое-то время не открывал, надеялся. Он понимал, он был щепетильный очень человек и понимал, что они могут вернуться из лагеря, вернуться из тюрьмы, и он не может лазить в их бумажки. А потом, в какой-то момент, он стал понимать, что это нужно сделать, и, собственно, он сохранил всё это и передал всё это в Пушкинский дом и в Национальную библиотеку. И вот где-то с 60-х годов постепенно Веденский, Хармс, а затем Олейников попадают в поле чтения. И я скажу вам, что, мне кажется, без этого были бы невозможны, ну, прежде всего, такие поэты, как Олег Григорьев, совершенно замечательный ленинградский поэт. Многие люди думают, что это народ написал всякие стихи, а это Олег Григорьев написал, начиная с стихотворения «Ем я восточные сласти, сижу на лавочке, пью кефир», ну и так далее. Ну, в общем, это замечательный, на самом деле, поэт. И детский поэт, некоторые люди называют его последним абориутом, в этом есть некое пиаровское преувеличение, но, в общем-то, в значительной степени, конечно, он осознавал себя как наследник их, и по части детской литературы, в коей он стал классиком, он теперь в учебнике для второго класса, и это правильно, потому что это блестяще сделанные стихи, как и Хармс, как и стихи Веденского, как и некоторые произведения Олейникова, совершенно фантастические. А с другой стороны, это вот такая поэзия городского, сугубо петербургского изгоя, в общем-то. Я помню Олега Григорьева, мы были очень мало знакомы, но, в общем, такой человек с резиночками, у него очки на резиночках, ну, я думал, что он изображает такое, знаете, ну, а у него действительно не было денег очки купить, и вообще ничего не было. Вот, и вот это вот положение, с одной стороны, вот я гений, да, но беззлобное достаточно, без каких-то таких лишних амбиций, да, а с другой стороны, вот, как бы, человек из народа, да, который очень хорошо чувствует себя в рюмошной, я не преувеличиваю, ну, Олег действительно, я очень это дело любил, а Ченари к этому делал не в рюмошной, а делал в публике, которая находится возле булочной, или там просто уличный народ такой, да, вот они одновременно, с одной стороны, рафинированные интеллигенты, которые читают на языках, да, разных, а с другой стороны, люди, которые очень остро чувствуют свою сопричастность к человеку, с улицы, к маленькому человеку, вот, с другой стороны, я хочу вам сказать, что ведь уже Хармс читал Кавку, Хармс читал ведь по-немецки, да, когда он не был переведен на русский язык, вот этот Кавкианский слой очень важен для текста русской литературы, я имею в виду, в широком смысле, текст, потом, мне кажется, что без Ченарей совершенно невозможно себе представить таких поэтов, которых вы, наверное, очень хорошо знаете, просто поэтами их как-то не принято называть, ну, например, это Борис Гребенщиков, да, в общем-то, тексты Бориса Гребенщикова тесно связаны с текстами Ченарей. Анатолий Гуницкий, автор многих текстов, песен того же Гребенщиков, мне кажется, что вот этот элемент, ну, ведь они считаются основателями русского абсурдизма, да, и вообще всё, что связано с русской абсурдистской поэзией и абсурдистской драматургией нашей, да, тесно связано с Хармсом и Веденским. — Какие формы сегодня обращения к вот этому пласту нашей поэзии и литературы могут быть? Вот то, что вы привезли, это же, по сути, тоже такой эксперимент, ну, вот сама форма, это же такая экспериментальная, это перформанс. Вот это, что ещё может быть? Как ещё можно обращаться к этому? — Может быть, чуть-чуть много всего, и, с одной стороны, Веденский, он, конечно, есть попытки ставить его на сцене. Хармс вообще предполагал, что он станет кинодраматургом, у него были киноопыты, он этому учился, и занимался драматургией, и, в общем-то, всё это достаточно широко ставится на сцене. Обычно крайне неудачно, на мой вкус, но были какие-то потрясающие опыты, ну, и очень известный спектакль Михаила Левитина в Театре «Эрмитаж», очень такой нашумевший, и замечательный спектакль в Саратове Ивана Верховых, такого замечательного режиссёра Хармсовский. Есть работа «Ёлка у Ивановых» Веденского, которую осуществил Юрий Валентинович Томашевский в Санкт-Петербурге. Вообще, много ставится это на сцене. Сегодня уже переведено это на некоторые языки, ставится за рубежом. Мы ездили с Володей в Варшаву, и думали, что в зале, когда мы будем показывать этот перформанс, будут присутствовать, наверное, какие-то соотечественники, которые ностальгируют по поводу Петербурга и русской культуры. Каково же было наше удивление, когда мы увидели полный зал поляков. В основном они все очень хорошо, а кто-то просто хорошо понимал русский язык. Но, в общем, мы поняли, что это такое явление, которое хорошо знакомо, во всяком случае, в славянских странах. В общем, они знают, то есть он очень мало переведён на польский, чешский, но они знают Веденского. А ведь, вы знаете, «Старуха Хармса» сейчас вышел немецкий фильм. А в прошлом году, дело в том, что смешно даже, я, кроме всего прочего, являюсь автором такой акции, которая называется «Маршрут старухи». Это огромный спектакль, который происходит на 10 разных площадках, на протяжении примерно 10 часов. Мы идём из двора Хармса, подобно герою «Старухи» повести «Старуха», мы идём, двигаемся, едем различным образом через музеи, через библиотеки, через дворы, сады. Мы пробираемся в лесенос, где заканчивается действие, вот на этой платформе заканчивается действие этого спектакля, и действие повести заканчивается. И там одну из главных ролей как раз играет Владимир Кузнецов. Спектакль-экскурсия, спектакль-променад, там есть элементы уличного театра, есть элементы сложного перформанса, хэппининга. Там, например, есть такой эпизод, когда люди определёнными группами идут по Невскому проспекту с берушами в ушах, они ничего не слышат, и у них есть возможность только видеть. И по знаку экскурсовода они открывают тексты Хармса и читают их в определённых местах. Ну, в общем, много всяких разных хитростей, но смысл, там одну из главных ролей играет как раз Владимир Кузнецов. И вот я об этом вспомнил потому, что с удивлением я прочитал какую-то западную заметку о том, что вот у нас в Петербурге, оказывается, среди зрителей был какой-то критик итальянский. Было много очень отзывов российских критиков, естественно, а тут как-то какой-то иностранец, которого я даже не заметил. И потом пишут, а вот после этого я посетил старуху в Лондоне, в главной роли Михаил Барышников, поставил старуху-роботу Уилсон. И мне было очень приятно, что я с Уилсоном попал в одну статью, и нас похвалили, и его похвалили. В общем, это было очень трогательно. Спасибо большое. Константин Учитель был у нас в гостях, историк театра, преподаватель, постановщик, продюсер. Завтра Александр Введенский на сцене театра драмы. Ну, в общем-то, всех приглашаем. В 18.30. В 18.30. Спасибо большое. Увидимся в эфире. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok